Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о контейнерах выращивания растений. Почему эта тема интересна и почему она должна вас заинтересовать? Ответ очень простой. Общаясь с вами, часто слышу сетование. Вот, мол, дают хороший сорт помидор, а уже все засажено, земли нету, посадить негде. Я говорю, почему? Ведь воспользуйтесь контейнерами. Ну, просто понимаете, что наши огородники по инерции, все думают, что контейнер, они представляют такие старые овощные контейнеры советских времен, и думают, что какие-то большие ящики, что контейнер – это большой ящик. На самом деле все не так. Для растений контейнера может быть очень много предметов, которые могут считаться для растений контейнером. Это могут быть и горшки, и пластмассовые, и глиняные горшки. Это могут быть и балконные ящики для выращивания растений. Это могут быть и вот такие побольше горшки, вот такие тоже, кажется, контейнеры. Ну, конечно, можно избить какие-то катки, можно избить и деревянные ящики. Это также приветствуется. Вот даже в качестве контейнеров для выращивания растений могут быть и плетеные корзины. Плетеные корзины, вы видите, то ли из проволоки плетутся в оплетке, то ли плетутся из прута. Эти корзины также можно использовать в качестве контейнеров. В чем преимущество контейнеров? И потом, чуть позже, я расскажу, что даже обыкновенные мешки с грунтом из магазина также могут быть пригодны к качеству контейнерного выращивания растений. В чем смысл контейнеров выращивания? Значит так, вы вот, например, где-то у вас только началась стройка, получили участок, вам уже хочется разбить градки, но поскольку еще надо подъезды сохранять, вы еще градки разбить не можете. А растения выращивать в контейнерах вы уже можете. Это раз. Потому что контейнер растений в любую пору можно перенести с места на место, переставить с одного места на другое место. Потом далее, есть фундаменты, заложили фундаменты, где-то стройка пока вас замерла, на год, на два замерла стройка. Градку там, конечно, не разобьешь, а вот горшки с растениями можно поставить. Ну, необходимо помнить просто требование горшкам. Значит, какое требование горшкам? Значит, что для того, чтобы растения расти в элитом грунте, не забываем, что эти растения подсыхают, значит, их диаметр, этих горшков, должен быть от 25 сантиметров до 90 сантиметров. Ну, это не 90, ну, в общем, такие размеры. Идут для выращивания. Ну, ящики, соответственно, точно так же. Ящик глубина, если его... Глубина ящика 15 сантиметров, значит, он берет длинной. Он берет длинной этот ящик. Глубиной, ну, в общем, глубина, уже с опыта своего замечу, что 25-90 сантиметров это ширина, и до 60 сантиметров глубина. Больше не надо, потому что растения больше не осваивают. Ну, и добавок, можно сэкономить. Потому что любой из таких горшков, контейнеров можно набить, взять травой. Набить зеленой травой, это сделает связную проблему с травой. Значит, нам надо будет меньше земли добавлять в этот контейнер. Ну, единственное условие, что необходимо помнить, что в контейнере обязательно должен быть дренаж. Ни одни растения, даже в летнюю пору, не любят, чтобы у них возле корней стояла вода. Поэтому делаем дренажные отверстия. Это раз, и на дно обязательно насыпаем слой или керамзита, или битвы кирпича. Где-то 5-10 сантиметров. Насыпаем слой, чтобы вода не стояла возле наших растений. Ну, землю, соответственно, раз объем земельный нас маленький, нас заполняем плодородной почвой. Вот, мы можем что выращивать? Что мы можем в контейнерах? Да, любые культуры. Вот, мы можем посадить салат, можем посеять редис, можем даже посадить свеклу, а уже баклажаны, перцы, помидоры, огурцы. Это так и напрашивается просто для того, чтобы выращивали в контейнерах. Это раз. Во-вторых, смотрите, такой момент, у вас есть теплица, сейчас у многих. Теплицу, как бы вы рады защевать, какими-то культурами, но у вас проходы свободные. Так вот, пока есть время, на этих проходах можете поставить такие вот горшки, яшки, и посесть какие-то культуры, которые вы потом вынесете, и они будут дальше развиваться в открытом грунте. То есть мы будем получать некий забег уже по времени. Будем забег по времени. Ну, здесь это поняли. Значит, контейнеры растения будут высаживаться или рассадой, это касается там перца, баклажана, или простым посевом семян. Это, например, редис. Ну, если вам не хочется возиться ни с горшками, ни с ящиками, значит, у продажи есть земля. Продается в полиэтиленовых мешках земля. Вот, значит, для выращивания растений подходят у нас объемы от 25 литров такой мешок и повыше. Значит, просто-напросто ложим в мешок, делаем или крестообразный надрез, или есть у нас это для выращивания перцев, там, огурцов, баклажанов. Вот, или если у нас съем салаты, редиски, значит, просто-напросто вырезаем верхнюю сторону. Срезали полиэтиленовую эту пленочку и высеваем. Вот у вас мини-градочка. Есть мини-градочка, где вы можете собирать урожай. Причем, заметьте, что вы можете собрать первый урожай и на эту мини-градочку посеять следующий урожай. Ну, и вот дальше преимущество контейнеров и что в чем будет? Кроме того, что у нас экономится площадь, мы можем использовать разные, ну, неудобицы. Отмостки возле дома. Там вы никогда не разобьете оградок. А контейнеры вы можете поставить. И они будут прекрасно давать вам урожай. Это раз. И, во-вторых, если вы будете набивать эти контейнеры с смесью, нижний слой из травы, соломы или прочих, значит, к осени вы будете иметь хороший перегной, который вы потом высыпаете из своих костей на градку. И ваша градка получит дополнительное питание. И вы без особых трудов будете иметь урожай и на градке, и в контейнерах. Так что, обратите, пожалуйста, внимание, это хорошая экономия земельных площадей выращивания растений в контейнерах и, вдобавок, экономия не только земельных площадей, но и дополнительного урожая. То есть, вы можете вырастить любой дополнительный урожай, кроме вашего участка, не занимая больших площадей, вы расширяете возможности вашего участка. Ну и, вдобавок, если вам отдали хороший сорт помидоров, интересует вас, посадили, и вы соберете потом семена. Также без ущерба для основной культуры, не уплотняя, не заушая, вы будете иметь, значит, то, что вы хотели посадить. Так что, обратите внимание на контейнеры. И собирайте хороший урожай, сейчас зима, у вас есть время, вы можете в магазинах и в хозяйственных магазинах, в магазинах, которые торгуют садовым инвентаром, присмотреть контейнеры и, соответственно, запасить для выращивания сезонья. И уже продумать, где вы будете ставить и что вы будете высаживать в эти емкости. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите нас. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова